Интенсив-20 – один из самых масштабных примеров сотрудничества Государственного музея и Митрополитена в рамках совместного образовательного проекта. Цель проекта – ознакомить широкую аудиторию с культурой России XX века через картины из коллекции Третьяковской галереи на Крымском валу. Создать для пассажиров Московского митрополитена не только комфортную, но и познавательную среду, чтобы искусство с помощью проекта вышло за пределы стен музея к людям в метро и на улицы города. В каждом периоде развития русской живописи XX века выбрали 7-8 знаковых художников, а затем отобрали по 3 работы каждого из них. Проект разделили на три части, три этапа развития русского искусства XX века. Первый – авангард, второй – соцреализм и третий – искусство 60-80-х годов. Ночной концерт «Пантеон русского авангарда» состоялся на станции метро «Парк культуры» 3 декабря. Коллектив «Квест-Мьюзик» впервые в Москве исполнил мессу Игоря Стравинского, а дирижер, альтист Юрий Башмет и камерный ансамбль солиста Москвы дали закрытый ночной концерт на станции метро «Парк культуры» Московского метрополитена. Концерт «Пантеон русского авангарда» был посвящен одному из самых плодотворных направлений отечественного искусства начала XX века. А название мероприятию придало схожесть купола-вестибюли станции метро «Парк культуры» с римским пантеоном. Термин «авангард», означающий «передовой отряд», искусство позаимствовало у военных. Авангардистами стали называть художников, радикально рвущих с традицией жизнеподобного, воспроизведения действительности. В 1910 году открылась выставка «Бубновый валет». Самая передовая по духу молодежи объединилась под флагом «Бубновый валет». Их идея воспринимать мир как живопись, как цвет. «Черный квадрат» представлен публике на последней футуристической выставке картин в 1915 году. Последняя футуристическая выставка картин стала противостоянием Казимира Малевича и Владимира Татлина. Малевич впервые представил миру супрематизм Татлин трехмерной композиции «Контр-рельеф». В 1932 году «Авангард» был запрещен. Продолжение фирменном поезде на кольцевой линии. Если пройти по Крымскому мосту и перейти на другую сторону, то мы подпадаем как раз к ЦДХ, Центрального дома художника, филиалу Третьяковской галереи. Если внимательно приглядеться, то слева вы увидите белое здание, освещенное. Это как раз и место ДХ. Ну, а наша экскурсия подошла к концу. До свидания, дорогие друзья. До встречи на канале. До встречи на канале.